Итак, здравствуйте, дорогие друзья, здравствуйте, господа студенты, товарищи студенты, как угодно. Сегодня мы с вами встречаемся в рамках программы, которая называется «Фокус на человека». Эта программа создана для того, чтобы знакомить вас с лучшими специалистами в области психиатрии, психологии, специалистами экспертного уровня, для того, чтобы вы могли послушать, что такое истинные знания и не являются популистическими, чтобы вы могли отличать то, что называется верификацией информации. И сегодня у нас, можно сказать, уникальная ситуация, потому что у нас в гостях удивительный специалист, очень редко, по моим представлениям, с таким количеством квалификаций и разных регалий. Итак, я представляю сегодняшнего гостя Владимир Давыдович Менделевич, доктор медицинских наук, профессор, психиатр, психотерапевт, нарколог, клинический психолог, сексолог, заведующий кафедрой психиатрии и медицинской психологии Казанского государственного медицинского университета, директор института исследований проблем психического здоровья и заслуженный врач Российской Федерации. Можно гостя поприветствовать. Напомню вам предысторию нашей встречи. Мы договаривались о том, что вы собираете вопросы для нашего гостя, и мы эти вопросы потом в студии обсуждаем. Исходя из того, что вопросы могут быть личными, они были анонимными. И таким образом у меня появился достаточно большой плац для того, чтобы через меня, собственно говоря, вы могли поговорить с Владимиром Давыдовичем. Но есть нюансы, как вы понимаете. Если у кого-то возникают вопросы, которые можно задать во время встречи, я подхожу, у меня два микрофона, и вы общаетесь напрямую с Владимиром Давыдовичем. Ну, я думаю, начнем мы с тех вопросов, которые вы адресовали непосредственно нашему гостю. То, что вам было интересно узнать про Владимира Давыдовича. Владимир Давыдович, вот вопрос такой был несколько раз, встречался, я их сгруппировала, чтобы не повторять одно и то же. Что сподвигло вас пойти работать и развиваться в такой отрасли, и не пожалели вы хотя бы раз об этом? То есть, таких вопросов много было, подразумевая, что имелось в виду, а как вообще идти в область, где так тяжело и можно сойти с ума. То есть, работать постоянно с какими-то эмоциональными переживаниями человека. А мне кажется, что мы сейчас живем в век такой, когда это становится не только необходимо окружающим людям, но и нам самим. Есть такое выражение, врач исцелись и сам. То есть, для того, чтобы помогать окружающим, надо постараться быть самому здоровым. Это касается физически и психически. Вы знаете, что мы находимся в старой клинике, я здесь учился, в этом здании, когда был студентом медицинского университета. Не помню, в этой аудитории была ли хирургическая палата или операционная, но что-то такого типа было здесь. И вы видите, мы переориентировались, то есть, ситуация поменялась. Но если возвращаться к вопросу, который был задан, я, может быть, в этом отношении счастлив, потому что для меня работа – это все, что меня интересует в жизни, это и хобби. Я с большим удовольствием на протяжении более чем 40 лет занимаюсь этой областью. Но, может быть, вас смутило, что там столько разных направлений, да, и психиатрия, и психология, и психотерапия, и сексология, и наркология. С моей точки зрения, это довольно близкие вещи, а с другой стороны, это вещи, которые делают твою жизнь профессиональную разнообразной. Ты не замыкаешься на чем-то, ты не являешься, например, специалистом-шизофренологом. Наверное, было бы скучно заниматься одной шизофренией, хотя шизофрения не познана, и все больше и больше хотелось бы заниматься этим, глубже уходить, но только этим заниматься не хочется. И вообще вся жизнь, для того, чтобы она нравилась, она должна быть мозаика. Это такой пазл, пазл, который складывается. Ты этим занимаешься, другим занимаешься, третьим, пятым, десятым, и таким образом ты эмоционально не выгораешь. Почему-то сейчас очень много людей эмоционально выгорают. Говорю почему-то, потому что я не понимаю, как можно выгорать, если занимаешься любимым делом. Поэтому никогда не пожалел, и, надеюсь, не пожалею в дальнейшем. Хотя жизнь очень сложная, и неизвестно, как могут быть ограничены, например, наши профессиональные деятельности. То есть, возможно, если бы я жил в советское время, а я начинал работать в советское время психиатром, если бы в советское время сохранялся, наверное, я пожалел бы, эмоционально выгорел. Потому что вы знаете, что в советское время, слышали, в советское время психиатрия использовалась в политических целях. Она была карательная. Я начинал в это время участковым психиатром в Казани, на Волково-80. Но в этом здании нахожусь до настоящего времени. То есть, даже место дислокации практически не менял. Вот, наверное, тогда я бы пожалел, потому что тогда ты был ограничен в своих воззрениях, в том, как помогать, кому помогать, кого считать больным, кого считать здоровым. Ну, время поменялось, и я рад, что эта профессия даёт даже эмоциональную подпитку. Я правильно понимаю, что то, о чём раньше писали, о чём снят фильм «Полёт нас гнездом кукушки», этого в российской психиатрии уже нет, не применяются вот такие жёсткие меры? Нет. Я думаю, что... Смотрите, вы начали с того, что есть эксперты, которых вы приглашаете. Но ведь мы сейчас живём в век, особенно в нашем, так сказать, кругу, когда слово «эксперт» размылось. Очень трудно понять, кто эксперт, кто не эксперт. Все заявляют себя специалистами, а особенно с появлением соцсетей, когда каждый может рекламировать себя, проводить... Ну, прежде всего, психология, мастер-класс, и какой-то... Даже людей может иметь подписчиков миллионы. Но это вовсе не значит, что ты эксперт. И вот эта область как раз требует действительно очень серьёзных знаний. Если взять психиатрию, которая была, то мы можем сказать, что вот, ну, столько фейков, столько неверной информации. Вот я убеждён, что подавляющее большинство сидящих здесь в зале и, может быть, слушателей, убеждены, что до настоящего времени в психиатрии есть смирительные рубашки. Несмотря на то, что их отменили 200 лет тому назад. Я такой человек, который думает так до сих пор. Я думаю, я не знаю. Нет, вы, значит, я просто убеждён. Откуда эта информация? Из фильмов. Откуда эта информация? Подпитываемая страхом. Это не значит, что нет других форм нестеснения. Они есть. Но если бы вы оказались сегодня, вот я только что из своего кабинета и смотрел больных, если бы видели этих больных, которые бывают, в этот момент этот человек не тот, который он на самом деле является. И им владеет болезнь. И он ведёт себя абсолютно неадекватно. И на короткий промежуток времени его могут фиксировать. Не всех, ненадолго, всё расписано, вся технология. Но никаких смирительных рубашек, конечно же, нет. Было ли карательной психиатрией? Во всём мире было. Полёт на дедом кукушке. Ну, не знаю, читали вы это произведение, смотрели классический фильм, по-моему, даже получивший Оскара, который описывал быт американской психиатрической больницы. По-моему, это конец 50-х годов был. Страшное зрелище. И тогда он меня производил, когда я начинал работать. Понятно, что я в 50-е годы ещё и не жил. И не работал. И должен сказать, что там была идея следующая. Психиатрия – это такая область, которая создана государством для усмирения людей, но так как бы способом вполне легальным. Ну, то есть болен человек. Признать его больным, поместить в психиатрическую больницу, недобровольно держать там. И там собирались люди, которые, в общем, с точки зрения автора, абсолютно здоровы, психически здоровы. Они просто имеют свой иной взгляд на социальные проблемы, на то, что происходит вокруг, не очень адаптировались или не хотят адаптироваться. И это не так. То есть был период, когда в мировой психиатрии это было похоже на правду. В Советском Союзе точно совершенно была карательная психиатрия. И диссиденты запирались в стенах психиатрической больницы. Им ставились разные диагнозы типа вялотекущей шизофрении, которой в мире нет. Но потом поменялось все. И уже с 1992 года, когда подавляющего большинства сидящих в зале еще и не было на свете, я так понимаю, закон был принят в России, и он оказался один из самых либеральных. Сегодня сложнее поместить человека в психиатрическую больницу, когда у него есть психическое расстройство, чем не поместить. Да? Правильно я вырвался или наоборот? Нет, все правильно. Да? То есть человек болен, очевидно ведет себя неадекватно, но мы его поместить не можем, потому что у нас есть закон. Потому что нужны очевидные признаки его социальной опасности. Это очень причина для того, чтобы... Да. Я считаю, это хорошо. Ну, то есть, конечно, карательная психиатрия была, сейчас мы живем в другое время. Что будет дальше, от нас зависит. Вот вопрос, адресованный лично к вашим впечатлениям от работы, скажем, с людьми, не вполне адекватным. Насколько сильно и в каких проявлениях работа с убийцами, маньяками и психически нездоровыми людьми влияет на ваше внутреннее состояние? А давайте только этот список разделим. Убийцы, маньяки – это одно, а психически больное – это принципиально другое для меня лично. Но раз люди так поставили, вот такое через запятую, то я тоже представляю, что есть точка зрения, что это, в общем, знак равенства можно поставить между убийцами, маньяками и психически больными. Для того, чтобы вы знали цифры, опять, да, я же все-таки эксперт, считаю себя экспертом. Если взять все преступления, которые совершаются в Российской Федерации, и посмотреть, какой процент людей, которые их совершили, являются психически больными, цифра будет 2,4%. Подавляющее большинство преступников и маньяков – это психически здоровые люди. Это люди, которые неадекватны социально, но психически они здоровы, и они признаны вменяемыми. То есть им же всем проводится психиатрическая экспертиза. Поэтому, ну, у нас такая давняя, это до меня, это всегда говорилось, что психиатру спокойнее внутри психиатрической больницы, чем за ее стенами. То есть вот там спокойнее мы себя чувствуем. Как сказывается, я с маньяками каждый день дело не имею, убийцами тоже, потому что это особые психиатрические больницы, куда помещаются люди, совершившие страшные преступления, и признанные психиатрами и судом невменяемыми. Я работаю с психически больными. Как они могут повлиять? А мне кажется, они могут повлиять только одухотворяюще. Потому что, во-первых, ты им сопереживаешь, и когда ты видишь, что человек выздоравливает или компенсируется, ну, это же, ну, я не знаю, в любой профессии очень важно достичь того, чего ты хотел. И когда ты достигаешь успеха, а успех в данном случае выздоровления человека, то это подпитывает тебя эмоционально исключительно позитивно. Негативные случаи, когда ты просмотрел что-то, и человек, предположим, покончил жизнь самоубийством, несмотря на то, что ты его лечил. Знаете такое выражение? У каждого врача есть свое маленькое кладбище. Что имеется в виду? Что все равно в твоей жизни врача, любого врача, психиатра в меньшей степени, не всем ты мог помочь, многим ты не смог помочь, и они, к большому сожалению, ушли из жизни или как-то, в общем, трагически закончили свои дни. И вот это вот огорчает, но, с другой стороны, это большой опыт, чтобы избежать в следующем, в будущем этого. То есть, когда ты в следующий раз сталкиваешься, ты помнишь, и я помню всех этих людей, которые, несмотря на то, что они принимали лечение, которое я им назначал, они не соглашались ложиться в больницу и, например, кончали жизнь самоубийством. Вы представляете, как это тяжело. Но в следующий раз я постараюсь сделать так, и стараюсь сделать так, чтобы этого не происходило. Хотя там моей вины-то нет. Да, это больной человек, его состояние может измениться в секунды. Поэтому эмоционально я как раз не вижу никакого негативного влияния, а только позитивное, если ты работаешь правильно, честно, искренне. И вот такой интересный вопрос, наверное, относится как раз к той части, которую ребята пытаются исследовать. Как вы относитесь к эзотерике? А как вы относитесь к эзотерике? Значит, я представляю из себя сторонника сугубо научного подхода во всех областях жизни, за исключением интимной жизни, общения с окружающими. Тут не нужна наука, тут нужны чувства. Значит, для меня существуют некоторые принципы. Если это не доказано, этого нет. Вот в сфере жизни. Есть ли какие-то доказательства эзотерики, парапсихологии, полтергейсты, экстрасенсорика, порча с глаз. Если есть доказательства научные, построенные по корректным, в корректных исследованиях, для меня это будет существовать, как для специалиста. А если нет, нет, я не беру в расчет ни с точки зрения науки, ни с точки зрения собственной жизни. Для меня этого не существует. Но, если поставить по-другому вопрос, а если ко мне пришел клиент или пациент, вы понимаете разницу, да? Клиент – это человек, который пришел с психологической проблемой, но у него нет психических расстройств. Пациент – это человек уже с психопатологическими симптомами. Значит, если он пришел, и он живет в другой реальности, у него иррациональная эзотерика, вера в эзотерику – это иррациональная. Почему? Ну, потому что нет никаких доказательств. Они и не требуются. Так вот, если он живет в этой среде, в этой атмосфере, я не буду его переубеждать. Он же не научный работник, у нас же не научная дискуссия. А если он считает, что, предположим, надо пойти к экстрасенсу, или нужно какие-то там карты Тарова расклад, еще что-нибудь такое, дай бог ему здоровья. Я не буду настаивать, но я его спрошу, скажите, пожалуйста, вы ко мне пришли за советом, я вам честно расскажу свою точку зрения, а выбирать вы будете самостоятельно. Ну, например, огромное количество людей, теперь не эзотерика, считает, что лекарство – это вред. То есть, любое лекарство – это однородными средствами. Все лекарства – это, они говорят, химия. Слышали такое ровно, да? Лекарство – это химия. На что я, не вступая в дискуссию, в спор такой эмоциональный, спрашиваю, а что не химия, то есть, что вы считаете вот нормально? Они говорят, там, травы, народные средства. Я их спрашиваю, а вот эти травы, народные средства – это что, физика? Точно такая же химия, только лекарства проверенные, лекарства, прошедшие все исследования, и понятно, что находятся в этой таблетке. А когда вы собираете подорожник, ну, не знаю, там что-нибудь еще, вы же не знаете, или вам присылают китайские биодобавки, вы же не знаете, что там. Это абсолютная такая закрытая область. То есть, все, еще повторюсь, да, все, что не доказано, для меня не существует в сфере науки. В жизни, наверное, да. Фильмы я могу смотреть с эзотерикой, какие-нибудь там фантастические фильмы могу смотреть, но я только понимаю, где граница проходит между реальностью, как бывает, а как не бывает. Кого-то, может быть, расстроил. Когда отношение к эзотерике как к эзотерике, а не как к истинным научным знаниям, то она имеет право, ну, существовать в качестве магического мышления. Все, что в обществе, все, что общество считает возможным в его жизни, в жизни общества, оно должно существовать. Если оно кому-то помогает, а может, оно успокаивает людей. Хорошо, пусть будет, но мы же говорим о науке, в науке этого не существует. Такой интересный вопрос, когда я его прочитал, у меня лично сразу ответ возник. Вот интересно, какой ответ будет у вас. Как избежать наказания за убийство? Я каждый раз думаю, кто мог задать этот вопрос, с какой целью, какой у него мотив. Мотивов много, может, спровоцировать, там понятно, что это же не убийство. Я предполагаю, что речь идет о том, что психически больные, извините, что я предполагаю всегда, да, может, и не об этом задавался вопрос, что психически больные с определенными расстройствами, находившиеся в определенном состоянии, совершившие преступление, как бы освобождаются от ответственности. Ну, вот эта вот дискуссия была очень давняя, ну, как давняя, глубокая, но недавняя, этого по поводу казанского стрелка. Одна экспертиза признала его психически больным, а значит, невменяемым, а значит, он бы не понес наказание, не находился в местах лишения свободы, а отбывал, не отбывал, а находился на лечении в специализированной психиатрической больнице, на лечении. А другая экспертиза в другом городе России признала его психически здоровым, и поэтому сейчас такая вот есть идея о том, что все-таки он был психически здоров, и он будет отбывать срок наказания. Так вот, если человек, совершив преступление, убийство, например, как задали вопрос, в состоянии неуравновешенной психики, я так выражаюсь не психиатрическим языком, в состоянии психоза, например, то он попадает вместо тюрьмы в психиатрическую больницу не потому, что он избежал наказания, а это иная форма наказания, в некоторой степени это государство придумало гуманистическое, потому что человек убивал не потому, что он человек, а потому, что болезнью его вела. Ну, представьте себе, голоса ему сказали, убей, у меня таких пациентов огромное количество, ударь, сделай что-то плохое. Это голоса, это галлюцинации, это патология мозга. За что же мы его будем в тюрьме держать? За то, что мозг неправильно работает. И как он будет больного человека, разве это гуманно держать в местах лишения свободы? Давайте постараемся его вылечить. Этим, конечно, мы не вернем жертву, и это трагично. Но, может быть, мы вылечим, и человек будет испытывать чувство вины за совершенное преступление. Преступление от этого не перестало быть преступлением, оно преступление. Поэтому это не уклоняет, это другая форма. Это другая форма, ну, как бы общество приняло, что больных мы не будем казнить. Больных мы не будем сажать в тюрьму. Пусть они лечатся. Правильно или неправильно, это общество решает, это мы с вами решаем. Вот сейчас крен такой, что надо всех, кто совершал преступление, больной он и здоровый, в тюрьму расстреливать. Ну, у нас нет, у нас моратория на смертную казнь. Что-то с ними делать, такое наказание в социальном плане. Такой крен сейчас в обществе, потому что агрессии очень много. Я с этим, как профессионал, как человек, не могу согласиться, но общество решает. И если общество решит, законы будут подобраны таким образом, и так и будет. Хотя я принципиально против. Вот еще такой вопрос, он достаточно длинно звучал, я его сократила, и в принципе он получился такой. Как вы относитесь к ненормативной лексике в том объеме, в котором она сейчас присутствует в языке? Ну, это вообще вопрос ко мне, конечно, как профессионалу, как эксперту, никак не относится. Я не филолог, как я лично отношусь, я к этому спокойно отношусь, честно скажу. Меня не смущает мат, меня смущает, когда люди используют какие-то пошлые слова, которые как бы мат. Вот они меня смущают, как человека. Мне кажется, хочешь вырыгаться, вырыгайся, только ну, знай, где это возможно. То, что разные слои населения, разный возраст, по-разному относятся и не может эти границы найти. То есть, опять же, без осуждения, просто анализ такой, мой анализ, непрофессиональный анализ. Если ты общаешься в каком-то сообществе, и в котором принято или возможно использовать мат, наверное, его возможно использовать. Но только не разговаривать на нем, а использовать к месту. Бывает же красиво, правда? Не знаю, правда, говорю, может, политникорректные вещи. Красиво так, изысканно, филологически, творчески. А бывает совершенно банально и грубо. Значит, вот если человек знает границы, ну, вы же понимаете, что в процессе воспитания всегда, вот у меня внучки, им скоро по 11 лет, но они матерные слова-то знают. Моя задача, я так поставил себе и всех родственников, не заставить их исключить из своего лексикона, а показать границы, где можно, где нельзя. Я так думаю. Ваш любимый анекдот про психиатра? Нет, по-моему, анекдотов много, но у меня нет. Любимого нет? Нет. Хорошо, вот еще такой. Самый страшный случай из вашей практики, связанный вот с приемом психиатрическим? Страшный, когда вам вот действительно было? Не по себе. Ну, не по себе бывает нередко, когда человек может, например, оказаться у тебя на приеме с ножом. Такие случаи бывали. Для этого раньше существовала кнопочка у нас, тревожная кнопка. У меня на столе была такая кнопочка. Если что, я должен, ну, как в магазине, я не знаю, вызвать, тоже за стеной или за дверью сидят люди, которые знают. Я ей никогда не пользовался, ни разу в жизни, несмотря на то, что много жизненных ситуаций было сложных в профессиональной своей жизни. Но, может быть, я не попадал в более сложной, потому что у нас в больнице был случай, когда пациенты захватили в заложники врача и нескольких больных. И их пришлось спецназам оттуда, извините, в кавычках, выкуривать. Ну, потому что это было совершенно неадекватно. Не просто криминальные действия, а криминальные действия, которые не контролируются. Потому что человек неизвестно, что он думает, и как он думает, и почему он думает. Вот такие случаи. И я всегда считаю, что уровень профессионализма как раз проявляется в том, сможешь ли ты, во-первых, не спровоцировать агрессию вот эту, общаясь с человеком, если ты профессионал. А с другой стороны, ее как-то погасить, если она появилась. И здесь, конечно, мне кажется, профессиональное качество. То есть умение разговаривать, умение каким-то образом снижать накал страстей в момент разговора. Такой очень популярный вопрос был. Что делать, если нет денег на хорошего специалиста, психолога или психотерапевта? Значит, ну вопрос как-то очень-очень сложный. А что делать, если нет денег на хорошего стилиста, парикмахера, компьютерщика? Что делать? Понимаете, это вопрос, мне кажется, не про деньги. Вопрос не про деньги, потому что хороший специалист не может, да вообще любой специалист в его профессии, он не может работать бесплатно. Прошу починиться, кого-то задевают мои слова. Ну как вы все представляете? Мы пришли в парикмахерскую и говорим, постриги нас бесплатно. Да, ну как? То есть теоретически это возможно, ну какие-то дни для пенсионеров, да? Стригут бесплатно. Я понимаю. Принимают в больных бесплатно. Но это работа человека. А если у него не один бесплатный, у него, предположим, 20 бесплатно. Я с трудом понимаю эту социальную экономию, экономику. Я не понимаю, как это может быть. Но вопрос немножко другой, я хочу его перефразировать. Дело в том, что если кто такой квалифицированный, как там был, хороший? Хороший. Хороший. Я не знаю, что такое хороший в вашем понимании. Я знаю, что такое хороший в моем представлении. И здесь мы сразу разделим психолог, психотерапевт, психиатр. Значит, сразу отметаем в оценке хорошести регалии. Профессор, академик, доктор наук, кандидат наук. Для меня никакого значения не имеет, если я буду обращаться к специалисту. К большому сожалению, я говорю и понимаю, что могут обидеться мои коллеги, или я даже сам на себя могу обидеться. Вот эти вот регалии, они сегодня в нашем сообществе никак не отражают квалификацию специалиста. К большому сожалению, все эти звания и должности, они часто попадают в руки, и ими награждается человек, который на самом деле небольшой специалист. Для меня важны будут другие качества этого человека. Но все-таки квалифицированность для меня, если психиатр, то это квалифицированность и исследование доказательной медицине. Вот это вот принципиально, вот никакой эзотерики. Если вы хотите, если вы говорите, что хороший парапсихолог, то слово «хороший» не подойдет с точки зрения науки. Он нехороший, потому что он базируется не на правильных посылах. Знаете, что сейчас есть, например, частные клиники, которые запрещают своим врачам под угрозой увольнения выписывать препараты так называемые фуфломицины. Слышали это слово? Давайте так закавычим, чтобы не грубо звучало. Фуфломицины. То есть препараты, которые люди-то любят, но на самом деле они не имеют никакой доказательной базы. Это плацебо. В обычной жизни для здорового это нормально, может быть, попринимать, а для больного человека это смертельно опасно. То есть вот врач должен придерживаться научного мировоззрения и жить в парадигме доказательной медицины. Извините за слова такие сложные. А вот психолог и психотерапевт, потому что психология и психотерапия практически не являются науками, к большому сожалению, или не все разделы психологии и психотерапии являются науками. Вот там надо выбирать специалиста и считать его хорошим. Тот, который вам подойдет. подойдет эмоционально, то есть он будет приятен в общении. Врач не обязательно должен быть приятен. Хирург, например, не должен быть приятен. Он главное, чтобы он знал свое дело и знал, терапевт должен правильные лекарства назначать в правильных дозах, учитывая побочные эффекты. А психотерапевт может все, что угодно или психолог предлагать. Но главное, чтобы он создавал атмосферу качественного отношения. Потому что психотерапия, к большому сожалению, не только не наука, но и не стремится быть наукой. Но, с другой стороны, она помогает. Вот я бы так ответил. Если вы позвольте, я по поводу цены и отсутствия денег добавлю. Я понимаю, что когда мы чего-то очень сильно хотим, мы на это обязательно находим деньги. Просто у меня есть пример из жизни, когда моя подруга искала психолога, ну, в смысле, хотела пойти к психологу, но не могла найти на это денег. При этом деньги были не первостепенные, как у женщин бывает маникюр, еще что-то, такие вещи. И только когда, извините меня, за жорганизм приперло, нашлись деньги, в минус ушел маникюр, зато нашлись деньги на психолога. То есть здесь, в принципе, речь идет о доминанте. Что для вас важнее, туда вы деньги вкладываете. Не думаю, бывает все-таки, знаете, действительно, вот просто нет денег. Совсем. А хочется, чтобы ты пришел не просто так к специалисту, хотя хочется, чтобы он был действительно квалифицированным. У нас, по-моему, бесплатная помощь есть какая-то. Конечно. Позвоночная. Телефонная. Есть. Хорошо. Вопросы, которые ребята адресовали с точки зрения будущей профессии. Какие советы в области, почему-то написали криминалистике, но, видимо, с точки зрения собственной безопасности, могут помочь спасти жизнь журналисту, нераспространенные признаки нестабильного состояния человека, чтобы им можно было понять. И тот же вопрос, как во время работы определить, что человек неадекватен и может представлять угрозу моей безопасности. А как мы в жизни с вами определяем, на улице идем, к нам подходит человек, опасен он или не опасен. Так и в журналистике это будет. Но только в журналистике с моей точки зрения... Извините, это не моя профессия, и я не могу давать совет профессиональный, я могу, так сказать, высказать свою точку зрения, свои взгляды. Значит, распознать неадекватного человека, а что мы раз не можем, как люди? Но человек ведет себя неадекватно, несоответствующе ситуации. Ну, разве мы этого не видим? Ну, разве мы в процессе воспитания не получили эти навыки распознавать человека? Значит, если мы видим, что он неадекватный, его не надо загонять в угол, опасно. То есть, не надо создавать ему невыносимую ситуацию в жизни. А в журналистике можно, а журналистика может, как мне кажется, осознанно создать, спровоцировать эту ситуацию. Я тоже иногда использую, вы понимаете, мы используем довольно похожие способы интервьюирования. У нас это называется обследование клинической психиатрии, клиника психопатологический мед, но мы называем, я называю его психиатрическое интервьюирование. И посмотрите, пожалуйста, ну, вот я вижу, предпочитатель, телевизионные журналисты, но есть талантливейшие, с моей точки зрения, а есть бездари. И талантливый может быть абсолютно неприятным, он может создавать очень сложную жизненную ситуацию, человек, которого интервьюируют, и позволяет тому раскрыть себя, правда? Вы же, ваша задача раскрыть, моя задача, как психиатра, раскрыть человека. Для чего? Только цели будут разные. у вас для того, чтобы разговорить его и показать его жизненную позицию, потому что вам это важно понять, и зрителям важно понять, а мне важно понять психическое состояние, что заскрывается за вот этой маской, вот почему он такой. Я могу создавать довольно сложные ситуации. Вот на днях, на прошлой неделе было, перед праздником, ситуация, у нас в отделении лежит молодой человек, 30 лет, бомж, которого нет места жительства, у которого нет средств существования, и он себя вел осознанно провоцирующе, неадекватно, когда, перед тем, как попасть в больницу, он сел в одном из магазинов на пол и кричал громко, что ему будет за то, что он отрезал голову кому-то. Никому он не отрезал голову. Он привлек к себе внимание, его положили в психиатрическую больницу, у него крыша над головой, у него еда, но у него действительно сложная жизненная ситуация. И вот он уже, я его видел несколько раз, я его показывал, слово показывал, поймите правильно, ну то есть для молодых врачей мы разборы проводим, для того, чтобы изучить, как правильно разговаривать, и так далее. Вот он уже находится многое времени, ему поставили диагноз шизофрении там, где он раньше был, я шизофрении не увидел отверг этот диагноз, поставил диагноз личностного расстройства в старом понимании психопатии, и в очередной раз ко мне приходит заведующее отделение и говорит, мне кажется, все-таки мы ошиблись с вами, у него все-таки шизофрения, а мы же не можем держать его вечно, правда? Мы его вечно держать не можем. Он говорил, ну хотя бы подержите меня до весны, когда на улице будет тепло, чтобы я мог уйти в реабилитационный центр, есть такие, а он же бывал несколько раз. И я в последний раз решил провести провокацию. Мне важно было посмотреть, потому что больной шизофрении будет реагировать по-другому. А мне для чего провокация? Для дифференциальной диагностики между шизофренией и тем, какой диагноз я поставил личностного расстройства, это просто поведение нарушенное, особенности характера. Я ему сказал, ты знаешь как, ну я с ним на ты, попросил сначала разрешения на ты, мы вот здесь собрались сегодня, ты знаешь, надо выписываться. И мне важна была реакция. Значит, я его спровоцировал, значит, какая цель? Посмотреть его реакции. Потому что реакция при разных психических расстройствах и реакция здорового человека разнообразна, различна. Так что вот здесь видите, интервьюирование и все остальное такое очень важное для меня. Ну и вопросы, которые ребята задавали о себе, о том, что внутри, о том, что болит и что не находит ответов. Первый блок. Как перестать думать о том, что подумают о тебе другие? Как не бояться быть красивым, красивой? Как не бояться выделяться в обществе? Как бороться с комплексами, с несоответствием, со стандартом красоты, принимаемости в обществе? Ну это все об одном и том же, я так понимаю. Я отвечу, вам не понравится. Как бороться? По-разному. Потому что за каждой ситуацией будут скрываться разные мотивы, разные особенности. И даже вот из того, из перечисленного, они разнятся принципиально, с моей точки зрения. Быть красивой и, значит, первое то, что вы сказали, стеснительный, да, то есть как бы чувство... Да, перестать думать о том, что думают о себе другие. Что думают окружающие, да. То есть стеснительность в некотором смысле. Но это принципиально разные вещи. Поэтому универсального ответа нет. Можно банальность какую-нибудь сказать, что думая о себе, пусть все остальные, все остальные второстепенные, надо по себя полюбить, подсознание тебя любит. Ну такие какие-то банальности, которые я не люблю, и поэтому иронизирую над этими банальностями. Но надо стать, если теперь общие какие-то вопросы, часто не отвечу. Надо стать, попытаться, самодостаточной личностью. А это процесс. И сложный процесс. Это очень сложный процесс. Но мы же ведь не говорим, что в психологии легко, и что вообще жизнь – это легкая штука. Если себя воспринимать адекватно, не все умные, не все красивые, не все с хорошим характером, не все богатые, то есть много не все. Ты должен себя осознать, понять, четко сформировать самооценку, а дальше, если она не нравится, если не нравится свое положение, расти в каких-то областях и стать самоактуализированной личностью, которая на самом деле имеет много характеристик. Откроете Абрахама Маслова, которую все знают только по пирамиде. Посмотрите 10 пунктов, которые указывают на самодостаточную личность. Если вам это интересно, формируйтесь. Если неинтересно или трудно, или что-то не хочется, есть другие более интересные вещи в жизни, тогда, ну что ж, будем жить с комплексами. Ну вот у нас есть коуч, известная такая всероссийская звезда Марина Мелия, вы, наверное, слышали ее. Коуча я не знаю. Но она как бы с психологическим образованием, профессор психологии. Вот у нее есть, ну как бы, несколько пунктов вот этих, о самоактуализации. Она говорит, что человек должен быть, принимать в себе свою уникальность, уметь отсоединять важное от неважного, быть благодарным, что интересно, и быть настроенным на то, что работать надо за 4 часа в сутки какое-то время. У меня принцип другой. Раз вы привели кого-то, я на Маслоу сослался, а вы на коуча, но все-таки они в разных весовых категориях. Ну, учитывая, что я сегодня здесь в студии, а не Абрахам Маслоу и не коуч, для меня основным принципом является принцип «мне никто ничего не должен». Даже одна книга моя называлась так. «Мне никто ничего не должен». Когда я эту фразу произношу, то многие говорят, как так не должны, да? Ну, как не должны? Должны? Или тогда, раз они мне не должны, я им тоже не должен ничего. Но это неправильно. Вот только вот эта фраза, вот началась она, эта фраза и закончилась. «Мне никто ничего не должен». Я ничего хорошего от определенных групп людей не ожидаю. И мне проще справляться с событиями, которые мне не очень нравятся в этой жизни. Это как будто про то, что рассчитывай только на себя. Правильно? Конечно. Это такое продвигающее очень утверждение. Внутренне, личностно продвигающее. Кому-то не нравится, многим не нравится. Они хотят, чтобы им были должны. Как бороться с синдромом отличника? А у многих есть синдром отличника. Мне кажется, это довольно редкое явление. Синдром отличника – это когда человек хочет, насколько я понимаю, в вопрос, хочет быть всегда лучшим, то есть перфекционист. Но, скорее всего, еще и страдает от этого, раз такой вопрос. Не уверен. А чем плохо быть отличником? А чем плохо быть перфекционистом? Мне кажется, это хорошее качество. И когда ко мне приходят и говорят о том, что вот у меня синдром отличницы, как правило, все это не отличника, все-таки девушки больше, мы начинаем разбирать именно вот с того вопрос, который я задал. А чем это плохо? Ну, чем плохо, если ты лучше других? Ну, просто не надо выпячивать, может быть, вот эту часть. То есть не создавать завистью окружающих. Вот это плохо, потому что она начинается конфликт с окружающими. Я действительно отличник, но я еще и показываю, что я отличник, я лучше других. Я как бы им показываю не только, что я отличник, но и что вы не учи. И что вы ничего не достигли. Вот это плохо. И, наверное, из-за этого возникают проблемы. Я думаю. Опять это вопрос такой многоаспектный, надо разбираться в каждом конкретном случае отдельно. Ну, следующий вопрос тоже, возможно, многоаспектный, но он уже про токсичные, условно говоря, отношения. Я сильно привязываюсь к людям. Как можно перебороть это чувство привязанности, если мозгами понимаешь, что уже нужно заканчивать общение? Отношения имеется, да? Да, отношения. Это очень сложный вопрос. Дело в том, что мы живем в мире некоторых феноменов, которые появились как раз вот с последней десятилетия. Зависимости или аддикции это одно из основных. Еще ангедония. То есть мы всегда в последние годы ощущаем, что не получаем тех радостей жизни и не того вкуса жизни, который хотелось бы. Притупляется все это. И зависимость. Мы становимся зависимыми. Но ведь в зависимости есть и плюсы. Почему люди, часть людей становится зависимыми? Потому что они считают, что они таким образом создают себе безопасность. то есть кто-то решит какие-то вопросы за них. И действительно так. Ну, например, мы можем зависимым быть от родителей. Ну, в детстве мы точно зависимы от родителей. Это плохо или хорошо? Это здорово. Но только в какой-то момент наступит, родители должны нас, а мы, там, детей и всех, кто идет следом, мы должны сделать независимые. Основная цель воспитания делать человека самостоятельным. Значит, если человек сформировался зависимый и не может выходить из тактичных отношений, значит, он, к большому сожалению, не смог сформировать эти качества независимости. Противоположность зависимости это инфантилизм. Инфантилизм. То есть мы все равно продолжаем видеть в людях только позитивные, хотя они токсичные. Это долгий процесс, который требует психотерапии. Хотя уже многое упущено. Лучше, чтобы это сформировалось в детстве. Следующий вопрос касается искусственного интеллекта и всего, что связано с социальными светами и вот внедрением вот этого искусственного интеллекта. То есть, в принципе, тоже про аддикции, которые уже вызывают такие последствия, как краткосрочная память ухудшается, внимание не удерживается. То есть ребята сталкиваются уже с таким в своем собственном, ну, как бы, мире, да, проявлением психическим. Вот что здесь можно сказать? Ну, здесь по поводу искусственного интеллекта наверное все-таки в сторону отодвинем, потому что больше про социальные сети, да? Потому что там никакого интеллекта нет. Ну, это же искусственный интеллект. то и будет, да. Ну, мы с вами поменялись, жизнь поменялась, общество поменялось, и без коммуникации, которая нам позволяет вот социальные сети, я не знаю, интернет и все остальное, или позволяло, потому что сейчас ситуация у нас с вами может быть разная, и уже не все социальные сети у нас с вами работают. Ну, это видоизменения под мир. Видоизменения под мир. Ну, здесь же огромное количество плюсов и огромное количество минусов. Давайте начнем со следующего. Если это плюсы, ну, это же быстрота коммуникации. Возможность получить информацию разную. Минус. Фильтровать эту информацию надо научиться. Или, как правило, мы не... Нам дали способ, нам дали много разной информации через социальные сети, нам не дали способ уметь ставить фильтр и понимать, где фейки, а где не фейки. И мы стали очень детьми. Мы стали слишком часто верить в то, во что нам хочется верить. Значит, это я вижу отрицательно. То, что ребенок много проводит времени в интернете, ну, банальные вещи говорю. Плохо, надо, чтобы было и то, и другое. С другой стороны, если бы не было интернета в период двухгодичного эпидемии, пандемии, я не знаю, как бы люди выкручивались и как бы эта жизнь куда повернулась. То есть, я не считаю это такой большой проблемой. Можно всегда в процессе воспитания сформировать адекватное отношение к и социальным сетям, и к интернету, и к играм, и ко всему остальному. Следующий вопрос. Я думаю, я его все-таки зачитаю. Про психотравмы в целом. Стоит ли искать в себе психотравмы, а в частности, какие бывают посттравмы после изнасилования, и как с ними справляться или прорабатывать? Вы, наверное, знаете о том, что большинство психологов считает, убеждено, я критикую и себя, хотя я не ту точку зрения, которую я выскажу, я не придерживаюсь, что все наши страхи, вообще все наши проблемы связаны с детским периодом жизни. И если оттуда выудить эти все детские психотравмы, то жизнь у нас наладится. А, значит, я не согласен с этой точки зрения. Почему? Первое. Нет никаких научных доказательств, что наши психологические травмы связаны с периодом детства, тем более с сексуальными детскими травмами. Фрейд был большим выдумщиком. Гениальной личностью, которая повлияла на развитие культуры, искусства, жизни простых людей. Но это все вымысел. Все его теории вымысел. У меня в кабинете, несмотря на все, что я сейчас говорю, висит портрет Фрейда. Это как бы назидание, что вот даже такие фейковые идеи могут завладеть массами на многие столетия. Значит, так, в детстве нечего копаться. Если у вас сегодняшняя проблема, ищите проблему сегодня. Но вы сказали конкретную ситуацию, изнасилование, или какое-то... Вот это вот тоже событие изнасилования, или некоторые другие относятся к так называемым событиям, выходящим за рамки жизненного опыта. Есть такое определение. События, выходящие за рамки жизненного опыта. Вот, например, это катастрофы какие-то, автомобильная катастрофа, связанная с перелетами. Это военные действия. Это все выходит за рамки жизненного опыта. Жизненный опыт у нас с вами один. Мы знаем приблизительно, как мы будем развиваться. В молодом возрасте, в зрелом возрасте, в пожилом возрасте, в старческом возрасте. Вот это вот как бы программа у нас есть. У нас нет программы на то, что совершено будет насилие против нас. Нет программы. Мы не знаем, как мы будем действовать. И, наверное, невозможно подготовиться к этому. Ну, хотя к землетрясению можно. И поэтому вот эта психотравма, она существенно может повлиять на развитие человека. И здесь необходимо особо тщательно, особо очень деликатно общаться с человеком, который перенес вот такую ситуацию. И это может на долгие годы поменять человека. Ну, то есть именно вот с этим видом травмы обязательно нужно работать. Нельзя оставлять ее. Ну, так вот. В таком состоянии. Смотрите, если человек считает, что нужно работать, то надо работать. Не надо насылаться. Психиатр не ходит по домам и не говорит, никого не хватает за руку на улице и не сует таблетку под язык. И не бьет электрошоком. Значит, если человек видит, что нужна помощь, он должен обратиться к специалисту. Если нет, ведь психика имеет определенные собственные ресурсы на то, чтобы справиться с психотравмами. Ну, например, со смертью близкого. Мы же как-то справляемся. Не все же ходят к психиатру, правда? И не надо к психиатру ходить. Мы с помощью житейских способов справляемся. Время лечит, еще что-то лечит. Мы отвлекаемся. Мы начинаем светло думать об этом человеке. Вспоминаем только самое радостное, что с ним связывало. А так и здесь. Если это ушло куда-то в подсознании, пусть оно там будет, если оно не тревожит. А специально предполагать, оно в подсознании сидит, надо его выковырять, отреагировать, и потом все станет хорошо, еще раз хочу сказать, это не доказано. Нет таких доказательств. Может, лучше как раз не трогать, чтобы человек второй раз не переживал, и третий или пятый раз не переживал подобный стресс. А вот ваша фраза относительно нашего житейского опыта, то есть, допустим, у человека не было никогда ситуации, связанной с потерей, вот как вы сказали, до близкого, или, допустим, закончились отношения молодой девушки и молодого человека. Это тоже своего рода первый раз, и это тоже достаточно травматично может быть. И здесь человек может столкнуться с болью. Есть какое-то такое утверждение, я слышала или читала, о том, что мы боимся вот этих вот, условно говоря, негативных эмоций, вот этих грустных чувств, болезненных, и мы стараемся их избежать, поэтому мы вот зависаем в том, где нам в каком-то смысле слово было комфортно, и боимся смотреть туда, где страшно. Это действительно так, потому что это очень... Отсутствие опыта, вот об этом идет речь, и страх. Да, это так, но, понимаете, в тот момент, когда человек в таком состоянии находится, ему рассказывать про опыт, все будет хорошо, да у тебя еще встретится огромное количество нормальных пацанов, глупо, и человек в этот момент не может воспринять такую информацию. И, с другой стороны, это неправда, а может, такой больше не встретится. Поэтому помощь, помощь нужна этому человеку, но очень деликатная, очень деликатная, если он сам ее попросит, и не мистическая, с моей точки зрения, вот не всякая эзотерика, гадание, и все остальное, профессиональное. Вот еще вопрос про родителей, тоже достаточно часто встречался, важно ли слушать родителей почти во всем, как родители влияют на нас, то есть они сильно влияют, и как можно, ну, видимо, про сепарацию, так называемый вопрос, да, сложно происходит у ребят в этот вопрос, вопрос связан с родителями. Как от них отсоединиться? Ну, это же нормально, подавляющее большинство как раз очень легко отсоединяется, минимальное количество людей имеет проблемы, поэтому сепарационная тревога, сепарация, отделение, да, она такая довольно редкая, довольно редкое явление, а вот, значит, подростковый период просто надо пережить, это же эмансипация, это страсть эмансипации, быть самостоятельным, ну, а что плохого здесь, каждый должен пережить, научиться, другое дело, что, ну, как бы, какие-то границы должны быть поведения, человек должен понимать, что его, с тем, кем он рвет отношения или пытается порвать отношения, они же тоже какие-то имеют свои взгляды на то, как отношения будут строиться дальше, и они здесь тоже не вижу никакой проблем, это нормально, мне кажется. По взрослому можно все обговорить, вот буквально проговорить, и по взрослому надо все объяснить, языком с родителями, не так просто, конечно. ситуация какая-то давит, но в любом случае, вот что делать в этой ситуации? Мой близкий приятель и по совместительству врач-психиатр, ну, просто мой друг, с которым мы с первого класса школы были, сейчас, к сожалению, его нет уже в живых, он говорил, что эмоциональное выгорание встречается у людей, которые занимаются не своим делом. Значит, опять, любой совет, он всегда как-то так сужает, и как бы не учитывает многих разных аспектов. Как можно сказать, не надо заниматься тем, что не не дается, то есть, то, что вам не нравится, надо заниматься любимым делом. Сказать легко, сделать сложно, потому что, ну, представим себе, что ты встроился в какую-то компанию и зарабатываешь неплохо, ну, по крайней мере, у тебя карьера есть, но ты понимаешь, что это не твое, вот как уйти, да? Я понимаю, что я могу дать совет, но он невыполним, и это так наивно очень. Значит, но то, что эмоциональное выгорание связано не столько с перегрузками, сколько, хотя с перегрузками тоже, возьмите врачей, которые сегодня в ковидное время работают, там просто фантастические перегрузки, и поэтому многие увольняются, они не справляются. Значит, надо иметь смелость поменять свою жизнь. Опять мы возвращаемся к смелости и к второму полюсу инфантильности, собственно говоря, да? Смотрите, а кто отвечает за нашу жизнь? А кто ее может решить? Мне никто ничего не должен. За меня никто не решит, тем я занимаюсь или не тем. А может, давайте поменяем место жительства? У нас все-таки культурально мы привыкли к тому, что далеко уезжать от дома неправильно. Ну, надо как-то жить вот тут вот. Где родился, там он пригодился. Если человек живет и чувствует, что ему тягостно в этих условиях, в этой работе, как мне кажется, надо брать ответственность и экспериментировать, решать, уезжать. Ну, как бы поколения разные, и сейчас поколение более, более такое мобильное. А предыдущие поколения были менее мобильные. Ребят, вот про родителей, про вот условный инфантилизм, смелость жить. Есть какие-то вопросы? Тогда переходим к сексуальным отношениям. Тоже много вопросов. Смотрите, вот такой вопрос есть. Свободное отношение в сексуальном плане, это нормально? Ну, в кавычках взято было, видимо, если я правильно понимаю, когда нет договоренности о том, что мужчина и женщина принадлежат друг к другу. Сначала надо договориться о терминах. Что значит свободное отношение? Ну, вот не было разъяснений. Просто они взяты в кавычки. Ну, давайте будем там домысливать, да? Свободное отношение, это что, гражданский брак или это промискуитет? Слово промискуитет, понятно, это беспорядочные половые связи в старом понимании. Ну, то есть, когда много партнеров и много разных отношений. Насколько это нормально? С точки зрения психиатрии это нормально. С точки зрения морали и этики вы сами решаете. А, полиамор сейчас и называют, по-моему, такие отношения. Хорошо. Есть ли смысл откладывать первый половой акт с партнером для того, чтобы точно понять, что вас вместе держит не только половой влечение, но и интерес к личности? Меня спрашивают, как у психиатра? Как у сексолога, я думаю. А, как у сексолога. Опять же, вопрос не медицинский, а сексология – это часть медицины и психологии. Вопрос такой этический, потому что ведь сексуальные отношения, они включают в себя физиологический аспект, включают в социальный аспект. Насколько в социальном смысле это человек себе позволяет и считает возможным это позволить, но я не знаю, что значит раннее? Раннее там было слово, да? Да, первое, откладывать первое. Первое, откладывать, то есть в ранний уровень. А сколько? В 12 лет это нормально? В 12 не нормально? А если это уже созрел человек, а есть те, которые созревают очень рано, значит, опять же, общество будет решать, что такое норма или не норма, потому что здесь ни медицина, ни психология решают. Если человек готов взять ответственность на себя, то, что сам себе технический половой акт, он возможен, наверное, и в детском возрасте. Технически, физиологически. Вопрос в другом, что здесь же социальное значение, биологическое значение. Биологическое значение это представление о том, к чему могут привести сексуальные контакты помимо удовольствия. к физическим изменениям, к болезням каким-то, ВИЧ, предположим, и к беременности, например. Вот если человек социально созрел и понимает, и отдает отчет себе, и готов взять ответственность на себя в этом вопросе, наверное, да, но тогда все равно возникнет какая-то возрастная граница. Все равно мы в обществе должны сказать, с какого возраста мы посчитаем, что это правильно. То есть, правильно. В 12 лет вы машете категорически нет, а в 13, а в 13 с половиной, а в 13 с четвертью. Когда? Какой возраст? Здесь, конечно, он будет, он, наверное, все-таки будет ограничен каким-то подростковым, может быть, 14. Опять же, все меняется в разных культурах по-разному. И только в случае принять на себя ответственности за все это. Не так давно, по-моему, принято решение о том, что за педофилию будут давать пожизненное заключение. Вот здесь такой вопрос. Можно ли, как вы считаете, можно ли считать педофилию специфической сексуальной ориентацией? Нет. То есть, и да, и нет. Вот так скажу. Значит, давайте слово только педофилия расшифруем, потому что для врача педофилия это психическое расстройство в форме непреодолимого влечения к детям. там есть критерий, когда разница в возрасте должна быть больше пяти лет, а ребенок там меньше шестнадцати или четырнадцати, по-разному бывает. Значит, это психическое расстройство, классифицированное в классификации психических поведенческих расстройств в разделе сексуальных. и называется парафилии. Парафилии, филия влечения, пара, значит, ну как бы около, не так, как должно быть. Значит, но ведь люди употребляют слово педофилии по-другому, правда? Не рассматривают как сексуальное влечение, как расстройство психическое, просто как влечение к детям, как влечение к детям. Известно, что у людей с педофильной ориентацией, но эта ориентация на детей имеется в виду, что со сверстниками этот человек не может получать того удовольствия, которое он получает от сексуального контакта с детьми. Он действительно инфантильный. Почему он застрял в этом возрасте? Почему ему важен ребенок? Ну, считается, есть психологические некие особенности, что этот человек несостоятелен ни в сексуальном, ни в психологическом смысле. Он изгой, он не может нормальные контакты наладить со сверстниками. Не может. Он застрял психологически на том уровне развития, на школьном, предположим. И поэтому у него образ вот этот остался. Я не знаю, вы за этот вопрос не задали, по-моему, юридически, да? То есть, но смысл, чтобы там пожизненное заключение. Я считаю, что это правильно, но только тут надо понимать, что вылечить педофилию как болезнь крайне сложно, если не сказать, что невозможно. Предлагает там химическая кастрация. Химическая кастрация это введение гормонов, веществ, которые подавляют сексуальное влечение. Но только совершенно не понимается, что педофилия это не обязательно контакты с применением половых органов. это может быть и другое совсем. Это может быть какие-то извращенные формы, парафильные формы. И не обязательно подаем в влечение. Но дальше, а на сколько времени мы подаем это кастрации? То, что уголовное наказание, но только уголовное наказание не имеет значения уж какой возраст. Это просто трагически очень, когда на детей распространяется. Я считаю, что эти люди... Смотрите, я вам по-другому скажу. Вот ко мне приходит мужчина и рассказывает. Он жалуется на свою педофилию. Он еще не вступал ни в какие сексуальные связи с детьми. Но он не может совладать с его собственным желанием вступить... Вот я сейчас говорю, вспоминая этого мужчину летом у 35, что ли, по поводу дочери и его второй жены. которая живет рядом. Он не может справиться. И он пришел за помощью. Скажите, что делать? Вот он пришел ко мне за помощью. Он еще не имел сексуальных контактов. Но он осознает, что это патология. Что так нельзя. Это криминально, это аморально, это патологически. Сложнее ситуация, правда, да? Вот когда я его нарисовал вот так. И что делать? Помогать этому человеку? Ну что, его заставить, скажем, развестись, чтобы не было детей рядом, это тоже способ, То есть избегать ситуации, где это может спровоцировано быть. Ну так же, как, я не знаю, когда лечишь алкоголик, лучше все алкоголь дома убрать. Так и здесь. Но это не такая простая тема. Вообще много непростых тем в психологии, в сексологии, в психиатрии. Зацепился у меня мозг за вашу фразу по поводу незрелости, несостоятельности. Я читала в статье, есть, ну, в принципе, во многих племенах такая практика есть. Устраиваются определенные инициаторские или инициационные практики, через которые человек должен проходить и мужчины, и женщины. В том случае, если член племени не проходит вот эту инициацию, его не впускают во взрослое общество. И вот то, что вы сказали, изгои, да, то есть этих людей поселяют отдельно, и они не имеют права принимать участие в каких-то взрослых решениях и взрослых действиях. То есть они остаются взрослыми, как бы физически, но по сути остаются в роли детей, да. Это я к тому говорю, что когда мы взрослеем, мы вот эти инициации все время проходим, правильно же, да? Ну, когда мы сталкиваемся с трудностями, когда мы обнаруживаем себя в том, что нам туда идти страшно, сюда идти страшно. И вот эта взрослость и состоятельность как раз и являются следствием того, что мы правильно проходим какие-то сложные наши кризисные этапы. Так? Да. Да, но только если брать инициацию, которую вы описали, это оба оригенов Африки до Южной Америки, нам они не подойдут. Ну, а смысл у цивилизованного? У цивилизованного не уверен, что это помогало избежать всех проблем и общество вот это первобытное условно, да? Оно, конечно, не первобытное. Оно, конечно, не может быть идеалом для воспитания детей современных. Ну, да. Ну, так, в общих чертах, в принципе, как бы, все равно, но у нас же есть, да, Таша, если берут там возрастную психологию, там есть определенные этапы взросления, возрастные кризисы, и если вот метафорически говоря, все равно мы сталкиваемся с тем, что мы в определенные периоды обязаны как-то решить, как-то определиться в той или иной ситуации. Обязаны, и, то есть, мы сами себе должны приписать эту обязанность, значит, ответственны. Ответственны. Хорошо, возвращаясь к замечательным теме секса. Секс без, жизнь без секса возможна? Ну, вот есть целое направление, которое сейчас развивается, они активно, активно себя пропагандируют, а сексуальность, да, я думаю, что нет, это какая-то надуманная конструкция не вполне адекватная, потому что это же биологическая потребность, а биологическую потребность социальными способами контролировать нельзя. Опять-таки, я слушала подкаст сексолога, она говорила о Японии, ситуации в Японии, о том, что у них 90%, ну, может быть, 80%, не помню, прям подавляющее количество детей сейчас, первоклассники, второклассники, это дети, рожденные с помощью ЭКО, то есть, почему-то японцы отказываются от секса, и вот таким образом... Нет, давайте все-таки разделим. ЭКО и... ЭКО это, значит, экстракопаральное обладотворение... Обладотворение. То есть, дети, не рожденные в результате... связаны с нежеланием заниматься сексом, но только надо иметь в виду, японцы имеют особое отношение вообще к сексуальным контактам. У них там, вы знаете, есть... Ну, с нашей точки зрения, вообще маньяки какие-то, да? Все эти атрибуты нижнего белья, которые... Грязного нижнего белья, который продается в магазинах. Это не из фильмов, это реальность. Когда там муж или жена на какой-то промежуток времени, когда партнеры... Покупают, да, заказывают. То есть, на самом деле, японская культура, она специфическая, но она не вымерла. Да? И это такая великая культура. И если они сексуально решили выбрать такой способ, ну, наверное, у них есть какие-то основания. Вот еще вопрос, связанный с возрастом в сексе. Секс до 18 лет, это некая физиологическая необходимость или пережитки социального строя? Это шутка, я так понимаю, да? Это кто-то хотел спровоцировать. Они же журналисты. Да. Секс – это биологическая потребность, и возраст 18 – это условно 18. Мы уже говорили об этом. И в 12 лет может человек иметь сексуальное влечение. Можно ли его ускорить за счет каких-то социальных факторов? Можно. В фатологических условиях, но не знаю, когда семья не обращает внимание на то, что смотрит и где находится ребенок. И, например, не скрывает сексуальные собственные контакты родители от ребенка. Это может спровоцировать у него ускоренное половое созревание и, значит, сексуальное влечение. Но все равно биологические факторы будут тормозить или не тормозить. Потому что есть половая конституция. Может быть, вы слышали, половая конституция – это быстрота, сила, выраженность сексуального влечения, не ориентация. И поэтому социально подавить невозможно. Пуританство, например, или викторианская мораль, которая была, на основании которой Фрейд построил свою концепцию, считая, что общество подавило сексуальность, и сексуальность ушла внутрь человека, в подсознание, и пробивает себя, сублимируется в разных других формах. Значит, подавить теоретически можно, но все равно она никуда не денется. Биологическое невозможно. Но так же, как... Давайте сравним с аппетитом, или с едой, с потребностью в еде. Ну, какие социальные факторы могут изменить? Ну, немного, да. Но, например, усилить, усилить, как мы говорим, растянуть желудок, да? Ну, это условно, конечно, никто не растягивает желудок, когда этого аппетит активно не меняется. Или ограничить. Социально – да, но все равно, если ты остановишься в этом социальном давлении, опять будет биология брать. Биология берет себя и в еде, и в сексе. Про зависимость уже немножко поговорили, вот еще чуть-чуть. Можно ли стать зависимым, если попробовал наркотики только один раз? Нет. Опять же, не воспринимайте мои слова как рекламу наркотиков, да? Потому что есть дурацкая контрреклама антинаркотической пропаганды, которая говорит, один раз укололся, и ты наркоман. Для того, чтобы стать наркоманом, необходимо иметь так называемый профиль аддиктивной личности. Личность должна быть... Аддиктивная – это зависимая. Личность должна быть зависимой. Ну вот представьте себе, онкологически больному назначают наркотики как обезболивающие. Станет ли он наркоманом? Нет, не станет. То есть станет только тот, у кого есть аддиктивный профиль. Станет ли он зависимым на какое-то время от этих веществ? Станет. Но сойти от этого будет очень легко, потому что у него физическая зависимость появится, а психического фактора нет. Поэтому с одного... Все наркотики делятся по разным группам. Они все, к большому сожалению... Видите, я говорю, да? К большому сожалению вредные, опасные. Почему к сожалению? Потому что здорово было бы, чтобы что-то нас веселило и не вызывало бы негативных последствий. Давало бы нам прилив энергии, но не вызывало бы... И платить не надо было бы за это здоровье. Чтобы не платили. Но по зависимости есть одна градация. Самая опасная опийная группа. Это героин, морфин. Вот это все. Они вызывают зависимость очень быстро. Самое легкое в этом отношении это, например, трава, каннабис. То есть по объективным научным данным она маловероятно вызывает зависимость даже при систематическом употреблении. Но если мы возьмем другую градацию, она, трава, является одним из самых опасных с точки зрения провоцирования шизофрении. Шизофрении психозов. А амфетамины и клубные наркотики опасны для психического здоровья и тоже вызывают серьезные психические заболевания. Заметьте, я говорю факты, а не пытаюсь пугать или что-то такое. У меня нет такой задачи. Я выступаю как эксперт. А эксперт должен быть абсолютно независимым в данном конкретном случае. Кстати, зависимость от табака на пятом месте по силе зависимости. Алкоголя после опиатов на третьем месте. Алкоголь тяжелее, чем многие другие легально запрещенные наркотики. На первом месте, по-моему, геймеры, да, вы писали в статье? По зависимости? Нет, смотрите, там не включено нехимические зависимости. Там только химические. Геймеры, это все-таки зависимость такая психологическая. Ну, значит, там была, тоже у вас в статье была, тяжелее всего поддаются коррекции. Тяжелее всего под коррекцией как раз-то эти формы зависимости. Вот еще такой вопрос, но он действительно спорный. Бывают ли наркоманы бывшими? Вот очень часто задают этот вопрос, не только вот ребята задавали. Если с точки зрения медицины, то нет. То есть мозг, человек, который стал наркозависимым, ну, давайте берем героин и кокаин. Мозг изменился, и он в равновесное состояние свое, которое было до того, как человек начал употреблять эти наркотики, он не вернется. Если брать социально, ну, например, что человек не будет употреблять наркотики, и в этом отношении он бывший, такое возможно. И самое парадоксальное, например, есть в науке понятие излечения от наркомании по усталости устал употреблять. То есть годы прошли, а он не умер, ну, все уже. Вот нет сил. Первый раз такой термин слышал. Есть такой научный термин. Причем описано, что если человек доживает и не умирает от других факторов, ну, не знаю, от передозировки, от ВИЧ, если это инъекционный путь, он одновременно получал, то треть уходит с этого наркоманского пути, и они уже бывшие. Так что бывшие наркоманы бывают. В социальном смысле точно бывают. И у нас остались два вопроса. Замечу, что первый, который я сейчас озвучу, был написан, тогда же, когда все остальные, до событий, которые сейчас происходят. Какой вы видите Россию через 10 лет? Как психиатр? Абсолютно. Сейчас ни один прогноз не будет реальным. Никак не могу ответить на этот вопрос, потому что сам нахожусь в замешательстве, сам не мог спрогнозировать развитие подобных событий, так же, как и большинство из нас. И поэтому у меня никакого прогноза, в данном случае, ни оптимистичного, ни пессимистичного, просто какого-то прогноза, у меня нет. Это не значит, что надо, так сказать, закрываться и не жить. Надо продолжать жить, но ориентироваться на то, что происходит вокруг, как бы щупать реальность. Как это говорят психологи, да, здесь и сейчас находиться, да, без прогнозов? Здесь и сейчас, да. Хорошо. И вот как вы относитесь к современной молодежи, что можете о них сказать? Интересно, что автор, ну, точно студент написал, что можете сказать о них, как бы не причисляя себя к этому. Я могу сказать, а я себя причисляю. Понятно, что это, можно сказать, инфантилизм. Для меня, для меня молодой человек, это человек любопытный, это человек активный, вне зависимости, заметьте, кстати, граница молодости с точки зрения науки увеличивается. Значит, была граница, как мне казалось, неправильная, ну, как неправильная, как бы не соответствующая, не соответствующая тому, что я вижу. То есть, молодой человек до 35, сейчас до 40 сдвинули. Ну, может, потому что продолжительность жизни во всем мире увеличивалась. Поэтому, я вообще не понимаю межпоколенческие проблемы. Если понимать, если молодой человек понимает человека старшего возраста, а старший человек понимает молодого человека, а в чем проблема, с ребенком тоже я не вижу никаких проблем общаться, если он маленький, ну, просто ты пойми, чего он хочет, как он смотрит на мир и общайся с ним. Так вот, если любопытство есть, то человек, мне кажется, долгие годы может быть молодым. Ребята, вопросы есть какие-то? Я подойду с микрофоном. Я, мы, Владимир Давыдович ответил на все вопросы, которые вы задали? У вас есть сформированный ответ. Давайте. Просекс? Просекс? Шучу, шучу, шучу. Как распознать социопата и психопата в обществе? Еще раз. Как распознать психопата и социопата в обществе? В офисе? В обществе. В обществе? Да. Смотрите, ну, давайте определение возьмем, кто такой социопат, кто такой психопат. Внешне это очень похоже. Это человек, который не соблюдает нормы социальные, да? Социопат, социальные нормы, психопат, там еще несколько есть критериев, которые иногда говорят, что психопат это человек, который заставляет страдать других, страдает сам. Значит, если человек не соблюдает нормы, это первый признак, указывающий на психопат. Только термин психопат уже как 35 лет ушел из науки. Нет такого термина. Но я понимаю, о чем вы говорите, да? То есть дезадаптация, человек не приспособлен к жизни. Но только тут надо в обществе, смотря к какому обществу, может ли быть теоретически общество социопатично, дисгармонично? Может быть? Может быть общество. Значит, является ли приспособление к такому дезадаптированному обществу нормой? Не является. Значит, если норма, если общество нормальное, человек должен следовать нормам законодательным, правовым, этическим, эстетическим нормам. Вот. Если он отклоняется, то мы можем уже думать о том, что это социопат или психопат. Вчера закончил смотреть сериал. Для меня, как для специалиста, очень, очень удивительный. Изобретая Анну. Наверняка вы видели. Нет еще. По поводу известной, это по реальным событиям, известной аферистки, американская, русско, имеющей корни русские, спойлерить не буду, которая смогла, нельзя сказать обмануть, смогла ввести в заблуждение, не имея никакой базы финансовой, воротил американское общество, которое готово были и выделить миллионы долларов. Это удивительный психологический, психологический портрет. И вообще, являлась ли она социопаткой? Ее все называли социопаткой. Потому что она не встраивалась в общество. Или не являлась, причем с детства. Вот это вопрос. То есть она где-то в каких-то местах приспособлена, в каких-то нет. Это, кстати, отличает психопата от социопата. Психопат нигде не приспособлен, и к себе не приспособлен. Он сам с собой недоволен. А социопат только нарушает норму общества, причем осознанно. Он осознанно противостоит обществу. Ответил, да? Дезадаптация. Все, понял. Спасибо большое. Конфронтация. Еще вопрос. Да, пожалуйста. Да, да, пожалуйста. А это нормально, когда тебе вообще все равно на людей? Когда тебе их мнение безразлично. Ну да, не чувствуется. Если это касается поголовно, то это ненормально. То есть если тебе вообще, вообще ничто не интересует. Называется ангидония. Когда вкус жизни теряется, ты не интересуешься ничем, ты вообще не получаешь никакой радости. Это не норма. Но опять же, это может быть и не патология. Это может быть и пограничное состояние. Но человек же живет для каких-то целей. Человек же не может жить один, правда? Мы же не аутизированы. Слово аутизм. Замкнутый. Мы же не живем в замкнутом мире. Хотя есть такие люди, отшельники, которым без разницы, есть вокруг люди или нет, у них есть какая-то идея внутри головы, и они комфортно себя чувствуют отдельно. А подавляющее большинство людей живет в обществе. Значит, быть безразличным к обществу и быть безразличным, как к тебе относятся, тоже нельзя. Золотая середина. Должна быть золотая середина. Мне важно мнение референтной группы. Слово референтной группы понятно, да? Ну, то есть значимые люди. Мне важно мнение значимых людей. И мне наплевать, прошу прощения, на мнение людей, которых я не уважаю, которых я презираю, или которые для меня не входят в эту референтную группу. Вот это вот нормально. Спасибо большое. По поводу референтного человека, что у каждого человека эта референтная личность хотя бы одна существует. Это не обязательно родители, это не обязательно близкий родственник, это может быть вообще любой человек абсолютно. Это может быть какой-то кумир музыкальный. Но в любом случае, это тот человек, мнение которого для нас значимое, и мы как бы развиваемся через него. Да. А может такое, что вот у молодого человека нет такой личности? Нет, не может быть. Вот. То есть в любом случае, вот это то, что называли раньше кумир, да, условно говоря, он существует? Человек, мнением которого мы дорожим, на кого мы можем ориентироваться. Он, несомненно, существует, просто он может меняться, и через несколько лет мы можем подумать, что это был за кумир у меня. Это вообще просто человек, который не достоин того, чтобы на него ориентироваться. То есть вот эта референтная личность, она может меняться? И личность, и группа. Если ты развиваешься, если ты жестко закостенел в одном, и только вот кто-то тебе сказал, что вот это будут значимые люди, и только на него ориентируешься в течение всей жизни, не гибко, ну, это не вполне адекватно. Вот сейчас, ну, может быть, завершаюсь, сейчас весна, да, и есть такое понятие, в психиатрии ребят писали об этом, есть ли такое понятие, весеннее, осеннее обострение, имеет ли оно отношение, может ли иметь отношение к людям, не страдающим, ну, скажем так, психически? Нет, оно имеет отношение исключительно к психически больным, потому что, причем не просто психически больным, а больным с серьезными психическими расстройствами, например, шизофрения и биполярное аффективное расстройство. Это особые закономерности мозга, которые до конца не познаны, которые обостряются, если это расстройство, в определенный промежуток времени, осенью и весной. У здорового человека, психически здорового, может быть психологическая реакция. Ну, понятно, что когда солнце, и когда расцветают цветочки и листики появляются, настроение лучше, а когда дождь идет, другое. Хотя у некоторых наоборот. И как раз на душе спокойнее, когда дождь идет, и когда темно. Уже собственные как бы акценты. Ну, а вот это вот обострение осеннее и весеннее касается только серьезных психических заболеваний. Кстати, вот эта хроноритмология, она касается многих заболеваний. Например, люди умирают от инфарктов чаще всего в утренние и ранние часы. Такая закономерность. То есть, биологически так. Еще вопросы есть? Пожалуйста. Как вы думаете, про секс говорить стыдно? Говорить про секс стыдно или не стыдно? Смотря где. И в какой форме, и с какой целью. Тоже не знаю, что вы имеете в виду. Обсуждать сексуальные отношения. Например, как это принято в некоторых иностранных фильмах после окончания сексуального контакта спрашивать человека, ну как? Как я, как ты? В других терминах, которые вы понимаете, что я имею в виду. Это примитивно. Если ты не чувствуешь человека, то разговаривай ты с ним о сексе, не разговаривай. Это все не получится. Это будет ненормально. Это слишком рационализировано происходит. Потом, зачем этот вопрос? Ну как? Как там? У тебя все хорошо? Со мной был я там. Человек же может сказать неправду. Имитация оргазма там начинается. Имитация еще чего-то. Все это слова, слова ничего не значат. А в нашем мире слова вообще ничего не значат. Надо научиться считывать эмоции. Надо считывать вегетатику. Ну вегетатика это такое проявление различных кожных реакций, на чем построен профайлинг, хотя это не является научным. То есть, говорить о сексе, если это часть жизни, то, конечно, можно говорить, уж точно я не вижу, чтобы это было стыдно, только в каких терминах и с кем и для чего. Ответил? Считаете ли вы, стоит ли легализовать эвтаназию не только для тяжелобольных людей, которым поставили срок, ну у него смертельная болезнь, и есть определенный срок до смерти, чтобы ему не было больно принимать обезболивающий и так далее, уже он идет на эвтаназию. Считаете ли вы, что нужно легализовать эвтаназию не только для таких больных, но и для душевнобольных, которые, допустим, лечатся там 3 года, 5 лет, и уже ничего не изменяется, он просто хочет свести счет с жизнью? Я понял, вопрос очень сложный и очень неоднозначный вопрос, но вы спрашиваете мое мнение, я отвечу. Значит, во-первых, я большой сторонник эвтаназии в отношении лиц, которые страдают неизлечимыми заболеваниями, не берем психические. Я размышляю следующим образом. А хотел бы я продлевать свои мучения, если у меня было бы тяжелое, или если у меня будет тяжелое заболевание, и я мог бы выразить, в этот момент у меня бы сохранялся разум, я мог бы это выразить в письменном виде или в устной форме. И я отвечаю себе, я хотел бы. Есть моменты, когда, если вы вспомните своих старых пожилых родственников, когда человек на протяжении долгого времени, но в тяжелейшем физическом состоянии, это называется, ну уже растение, правда? То есть это жизнь точно бесперспективна и точно мучительна. А еще есть синдром хронической боли, невыносимый, не снимаемый ничем, иногда даже наркотиками. Я считаю, что эвтаназия, это, ну я человек атеист, я не религиозный вообще, и поэтому с этой точки зрения я не вижу, что там, а как же так, Бог дал, и ты должен жить свою жизнь столько, сколько отведено. Я считаю, что не так. Я потому что видел огромное количество человеческих мучений и страданий. А вот в отношении психически больных я ответить однозначно не могу, потому что, по эвтаназии понимается добровольное согласие на прерывание жизни, добровольное согласие, которое человек дает самостоятельно в здравом уме. А человек психически больной не здрав. Сейчас эта дискуссия ведется в европейском психиатрическом сообществе. И, например, в Бельгии были случаи, когда согласились на то, что тяжелых психически больных, например, с болезнью Альцгеймера. Знаете, что такое болезнь Альцгеймера? Это слабоумие, деменция у человека в разном возрасте, но обычно там после 60, хотя может и раньше быть. Когда человек, ну уже, это личность потеряна, это не он. Он не узнает окружающих, он ничего не понимает, он не может ухаживать за собой. Но вопрос о том, как он может дать согласие, давайте хотя бы, пока нет продискутировать, давайте хотя бы подискутируем в нашем обществе вопрос об эвтаназии соматически, физически больных. Еще раз повторюсь, я сторонник того, чтобы мы пришли к этому, но я понимаю, что мы к этому не придем. Общество не позволит. Ответил? Смотрите, это с точки зрения сторонников эвтаназии, к коим я являюсь. А с точки зрения противников эвтаназии, как раз незрелый, инфантильный, это я, который считает, что надо мучиться, жизнь, никто не сказал, что она сладкая, терпеть надо, мы не имеем права убивать людей. Поэтому, кстати, придумывают для эвтаназии способы, когда сам человек на какую-то кнопочку давит или что-то такое делает, то есть как бы сам на себя берет эту ответственность. Очень сложный вопрос. Как помочь человеку, который находится в депрессии? Может, ему стоит выговориться или наоборот, не надо лезть в его личную жизнь? Ну, если как бы сразу откидываем вариант идти к психологу? Под словом депрессия понимается огромный спектр принципиально различных состояний. В вашем понимании депрессия равно плохое настроение. Просто с плохим настроением, если это не является феноменом глубоким и тяжелым, человек не просто может, а обязан сам справиться. Ну, вот какие-нибудь проблемы, допустим, в личной жизни. Да, депрессия, да? Но только депрессия в кавычках, потому что термин депрессия в медицинском понимании, диагноз, он совершенно по-другому проявляется. Значит, когда-то нужно просто выговориться. Но если эта депрессия заходит все глубже и глубже, у нас есть основания предполагать, что это расстройство. А иногда депрессия может быть обусловлена биологическими факторами. Ну, знаете, да, обмен серотонина отвечает за депрессию, поэтому лекарство используется ингибитор обратного, селективный ингибитор обратного захвата серотонина. Ни о чем вам не говорит, но смысл. То есть мы должны воздействовать на серотониновый обмен. Если у человека просто плохое настроение, антидепрессанты не надо принимать. И к психологу идти, может быть, тоже не надо. Потому что, может быть, самостоятельно человек справится, разобравшись, если он имеет навыки справляться с психологическими проблемами, если он умеет навыки анализировать. Навыки психологической защиты и коппинга. Знаете, коппинг? Совладание. Совладание со стрессом. Если у него симптом или даже расстройство, бесполезно заниматься самоанализом. И даже бесполезно идти к психологу. Потому что уже другой уровень стал. Это все зависит от дисбаланса в мозге веществ. Сиротонина, норадреналин, дофамина. Надо назначить лекарство. Я это вижу каждодневно. Когда человек совершенно в тяжелейшей депрессии, болезни, ты ему назначил определенную группу правильных лекарств плюс психотерапия. Плюс. Потому что тут или-или. И у человека состояние выравнивается. Потому что нормализовали нейромедиаторы. У него нормальное настроение. Он уже имеет возможность анализировать жизненные события трезво. А когда он болел, он не может трезво. Ну, например, признаком глубочайшей депрессии являются даже не столько суицидальные мысли. Суицидальные мысли могут быть и у здорового человека. Может, крамольную вещь говорю, но она соответствует научно. А, например, совершенно необоснованные чувства вины. Расскажу вам случай. Женщина пыталась покончить жизнь самоубийством. С ней разговариваем. Что случилось? Она такая взрослая женщина, ближе к 50-ти. Она говорит, когда я работала в магазине, я в молодости, в 20-летнем возрасте, вот сейчас она об этом рассказывает, я хотела покончить жизнь самоубийством. Я обманывала покупателей. Ну, там так, женщина, по которой рассказывала, она в советское время была, она разбавляла пиво водой. Такое было в советское время, да? То есть, хотя и сейчас, наверное, такое может быть. Это вечер. Да. Смотрите, но это же неадекватно, правда? Чувство вины неадекватное. То есть, с точки зрения человеческой, да, она совершила проступок, но если бы она сразу после этого отреагировала, а ты через 30 лет реагируешь, вдруг вспомнила и чувствую вины и пыталась покончить жизнь самоубийством. Это неадекватно и ее никакими доводами, доводами разумными, рациональными невозможно вывести из этого состояния. Ей нужны лекарства, почему ей нужно серьезные, тяжелые лекарства. Ну, тяжелые, активно действующие. И так, ответил, да? То есть, депрессия может быть обывательская, она может быть обывательскому пониманию, она может быть тяжелым психическим расстройством. А как вот, можно как-то помочь самостоятельно человеку? Обывательская? Обывательская? Можно. Смотрите. Бывает так, что вот мы, мы живем-живем и вот в сегодняшний день и вдруг у нас что-то испортилось настроение. А предлагайте следующий вариант. Давай мы отмотаем и вспомним, после какого момента сегодня у меня испортилось настроение. Наверняка вы так делаете, да? И вдруг вспоминаешь, вот после этого события, разговора с тем-то, с тем-то, хотя никакого скандала не было. И начинаешь анализировать эту ситуацию. А вообще правильно я отреагировал? Правильно ли я понял? Знаете, еще одно выражение? Утро вечера мудренее. Вечером кажется, такая депрессия, вообще все беспросветно. Ложись спать, утром проанализируешь. Утром все по-другому смотрится. То есть, способность рационально оценить, почему, обоснованно ли, изменилось твое эмоциональное состояние, депрессия появилась. Вот это один из способов. Самому себе. И можно это рассказать там у человека или вакуум-то проводить? Конечно, конечно. Еще кому-то микрофону? Вот здесь еще у нас вопрос. Можно ли заразиться от душевно больного человека теми же симптомами или стать от него зависимым из-за его состояния? Грубо говоря, если человек в депрессии, то и на тебя перепадает это настроение, это ухудшение, это апатия. Ты становишься, ну, если не идентичным, то у себя замечают все же самые симптомы. Если говорить «заразиться» в кавычках, или если говорить «не в кавычках», то по-разному. Заразиться, понятно, нет. Это вам не ковид и не грипп. То есть, заразиться невозможно. Может ли человек как бы взять на себя эти эмоции? Может, но только тот, кто составляет очень близкую эмоциональную пару с этим человеком, который живет его жизнью. У нас в психиатрии есть понятие индуцированные психозы. Индуцированные, значит, ну, передающиеся. В чем суть? Когда человек болеет психозом, ну, например, бредом каким-то, дочь болеет, а у нее психическое расстройство. И мама начинает полностью поддерживать эту бредовую идею или бредовую систему. Она болеет, но у дочки болезнь связана с деятельностью мозга, а у мамы с ее эмоциональным переживанием, связанным с дочью. Вот такие психозы могут быть. Может ли испортиться настроение, когда рядом человек в депрессии? Конечно, может. Но просто испортится настроение. Например, мы ему сопереживаем. У меня близкий человек, который находится в депрессии. Я ему сопереживаю. Я стараюсь войти в его положение. Я живу вместе с ним. Я его глажу по головке и фактически психологически поглаживаю. Да, может. Но еще раз, а на уровне болезни это перейти не может. Или, по крайней мере, не должно. Если это родственники, то у нас же наследственность есть. По многим психическим расстройствам есть наследственность. И поэтому высока вероятность, что просто человек одновременно заболеет. Ответил? А еще вопрос есть. Пожалуйста. С чем может быть связано то, что человек не привязывается к другим людям, очень быстро отпускает других людей? И вообще это хорошо или плохо? То есть, противоположное тому, что мы сегодня обсуждали, когда токсичные, из токсичных отношений человек не может выйти. когда он не привязывается, да, или не может строить такие длительные эмоциональные переживания. Смотрите, значит, опять же, однозначного ответа нет, но я вместе с вами порассуждаю. Значит, можно сказать так, что человек не привязывается, потому что еще не нашел такого человека, к которому можно было бы привязаться. Ну, просто не нашел. Может такое быть? Особенно в жизнь, когда мы многие живем виртуально или в период ковида, мы же даже не имеем возможность попробовать общение с разными людьми. Поэтому это может быть связано с избирательностью. Избирательность не всегда плохо. А зачем связывать отношения как бы махнуть? Ну ладно, время уходит, давай-ка я вот замуж выйду или там буду с этим человеком, который очевидно для меня не подходит. Зачем? Но все равно наступит разочарование потом. Время препровождения, да, связывать свою жизнь и стать зависимым, нет, неправильно. Это на уровне нормы. Но есть ведь и патология. Может быть, вы слышали, это так называемое пограничное расстройство личности. Это одним из критериев, которые являются обычно девочки делают в подростковом возрасте, когда от эмоциональной боли, эмоционального непонимания окружающих, они наносят себе порезы на руках, на ногах, на животе. У меня таких много, девочек. Одним из критериев пограничного расстройства личности является критерий невозможности установить длительное эмоциональное отношение. длительное отношение. Значит, вот если бы ко мне пришли с подобной проблемой, я бы пытался дифференцировать. Это психологическая проблема, и вот посоветовал бы вот так же, как я сейчас сказал, что ну просто надо больше знакомиться, смотреть, может подается кто-то. А я бы дошел до следующего. А может быть, человеку уготована жизнь одному. это не плохо. Нет, надо проанализировать с человеком вместе. А почему вы считаете, что это плохо? Ну то есть, чем? Давайте мы вместе проанализим, чем это плохо. Что, вот то есть, отсутствие сексуальности, так это одно другому не мешает, правда? Отсутствием поддержки, так можем, друзья чтобы были. Ну то есть, я бы обязательно анализировал вместе с человеком. А если бы это была проблема психиатрическая, я бы назначил лекарство. Ну я говорю не именно про партнера в отношениях, я говорю вообще про всех людей. Ну кого, например, подруг. Да, то есть, нет какой-то, не чувствую к ним любви, привязанности, я не могу сказать, что я кого-то в этой жизни люблю. Пока. Да? Точно так же, к родителям, вот такого нет. Смотрите, ну опять, это очень индивидуальный вопрос, который можно было бы разбирать, потому что много, много разных вариантов. может быть, это строится на недоверие, на том, что человек пережил, например, измену, предательство. И тогда появилось это. Если этого не было, значит, какие-то другие причины. Общий ответ здесь не будет, к сожалению. Ладно? Здесь есть большая возможность, как вы сказали, самоанализом заниматься. Здесь много. Вообще хорошо. Вообще, Homo sapiens должен заниматься анализом. Мне так кажется. Говорите. Можно вас спросить, можно ли самостоятельно справиться с дереализацией и деперсонализацией, и вообще, из-за чего могут возникать эти симптомы, если это длится на протяжении нескольких лет, допустим? Мне неловко каждый ответ начинать с того, что это может быть и так, и так. Ну, это действительно и так, и так. Значит, то, что вы называете дереализацией и деперсонализацией, может быть в моем смысле не дереализацией и деперсонализацией. Значит, что такое дереализация с точки зрения психиатрии? Это искаженное, нереальное восприятие жизненных, того, что происходит вокруг. И человек говорит, я как через стекло на все смотрю. Ну, вот, что значит через стекло? Обозначает, что я не чувствую живости этой, которая есть в этой жизни. Это не значит, что он видит другое, у него не галлюцинация. Он эмоционально другой. Он не переживает так, как переживал бы, если было реально. Деперсонализация, когда человек чувствует подобные изменения в себе, причем разные, может меняться, есть такие психопатологические симптомы, как у Алиса в стране чудес. Вдруг удлиняется, расширяется, вдруг рука такая, 10 метров, и он это как бы чувствует. Он не видит, он чувствует. Он видит, что рука такая, но он ощущает, что она вон до стены. Значит, если это симптомы, то это симптомы поражения головного мозга, которые надо лечить. Не психиатрически даже. То есть, это какая-то минимальная мозговая дисфункция. Это может быть связано с последствиями черепно-мозговой травмы, это может быть с сосудистыми заболеваниями, это может быть иногда при вегетисососудистой дистонии был такой диагноз раньше. Пониженное давление или колебания давления. У здорового человека, если вы имеете в виду вот это, то есть, когда дореализация, доперсонализация, это как бы невозможность сопереживать и чувствовать так, как раньше. мир, себя и тогда, конечно, надо самостоятельно справляться, потому что это вот сюда, это плохое настроение. То есть, это депрессия, вызывающая, депрессия на бытовом уровне, вызывающая состояние на бытовом уровне дореализации, доперсонализации. Значит, чем-то человек расстроен и у него все как через стекло. Или он воспринимает себя не так. То есть, это депрессия. То есть, надо бороться с депрессией. Еще есть вопросы? Ну, если вопросов больше нет, мы, наверное, на этом завершим нашу встречу. Спасибо большое, Владимир Давыдович, за то, что вы пришли, за ваши ответы, развернутые, очень интересные. Наверное, поблагодарим нашему гостю. Спасибо вам. Спасибо.